Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди. Добро пожаловать на мой канал, канал, где я регулярно публикую видео о криптовалюте. Вероятно, это будет немного более короткое видео, чем обычно, но оно очень важное. В сети стало популярно хоронить Ripple XRP, который уже долгое время не вдохновляет скептиков и разочаровывает поклонников. Ведь курс этого цифрового актива упал на почти 93% от своего исторического пика. И даже если бы вы инвестировали в XRP год назад, ваша доходность за это время составила бы минус 17% от инвестиций. И все это на фоне множества позитивных новостей и партнерств, которые заключает компания с различными банками и финансовыми организациями. Инвесторы настолько отчаялись, что даже создали петицию, обращенную к компании, с названием «Хватит дампить Ripple». Кстати, на данный момент ее подписало более 2000 человек. Об этой петиции более подробно я снимал видео, ссылку на него оставлю в описании, если будет интересно, посмотрите. Те, кто находится в близком контакте с рынком криптовалют, должны были привыкнуть к таким периодам в жизни каждого цифрового актива. Вот свежайший пример биткоина, когда многие инвесторы хоронили главную криптовалюту и разочаровывались в ней. В основном это были те люди, которые узнали о биткоине на пике его хайпа в 2017 году и, конечно же, купили по этим ценам. Теперь сравните графики биткоина и Ripple XRP. Возьмем период от июня до ноября 2018 на биткоине и период от января 2019 до сегодняшнего момента на Ripple XRP. И там и там мы видим, как криптовалюты продолжительное время прижимаются к основному уровню поддержки. В случае с биткоином это завершилось пробитием этого уровня и падением на 50%. Теперь мы можем наблюдать, как курс Ripple в очередной раз попытался пробить основной уровень поддержки, который тянется у Ripple с незапамятных времен. До пика в 2017 году этот уровень поддержки был уровнем сопротивления. Курс пробил линию, отскочил и снова ушел на ретест. Будем надеяться, что это было ложное пробитие. Хотя по аналогии с биткоином вполне может быть падение, похожее на это. Однако сегодня я собираюсь показать вам один твит, который действительно является пощечиной для всех ненавистников и хейтеров XRP. Но если вы не являетесь хейтером XRP, но вас как инвестора немного беспокоит цена этого токена, то этот твит должен настроить вас на более позитивный лад. Потому что он заставит вас посмотреть на курс Ripple совершенно по-другому. С другой стороны. Посмотрите на XRP под таким углом. Годовые минимумы XRP. 2013 год. 2000 доллара. 2014 год. Чуть более 3000 доллара. 2015 год. 4000 доллара. 2016 год. 5000 доллара. 2017. 6000 доллара. 2018. Четверть доллара. Ну а 2019 год еще не закончился, поэтому годовой минимум неизвестен. Если брать годовые минимумы, то XRP увеличивается на 14% каждый год. Если хотите заморочиться, можете посчитать, какой годовой минимум для XRP может быть в этом году, исходя из этой закономерности. Так что, ребята, важно отметить то, что многие люди смотрят только на годовые максимумы каждого года и когда они были достигнуты. Это касается не только Ripple XRP, но и других активов. Биткоина, Эфириума, Лайткоина и так далее. Но все эти люди кое-что упускают. Дело в том, что на рынке присутствует спекуляция. Периодически раздуваются пузыри. Часто активы являются переоцененными или недооцененными. На рынке это все есть. Но то, на что действительно нужно смотреть, это где находятся минимумы. Если годовой минимум будет расти из года в год, то неважно, где будет находиться годовой максимум. И это действует не только для XRP. Если годовые минимумы постоянно растут, то вы должны видеть в этом долгосрочное, бычье настроение. А этот вид также доказывает принятие XRP. И да, может потребоваться немало лет, чтобы вещи действительно начали развиваться. Но кого это волнует, если это сделает многих людей очень богатыми? Если вы инвестируете в XRP, у вас есть потенциал стать очень богатым. Но прошу заметить, что это не финансовый совет, а просто мое личное мнение. Ну а мой совет, смотрите на годовые минимумы, а не максимумы. И тогда седых волос на вашей голове станет меньше. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатеете. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова